а если вот так снимать так тоже оказывается можно снимать я до сих пор не знала всем привет мои хорошие единственное ваши комментарии конечно так не почитаешь ой мои детки пока спят монстрики мои я вот отдыхаю решилась с вами пообщаться что там вообще на воле происходит рассказывать я здесь как заточение уже почти месяц вчера моим деточкам было два месяца уже так быстро пролетели эти два месяца даже не верится на этой неделе нас обещали выписать если ничего не изменится заранее радоваться не хочу надеюсь охуночек там ерзает всем всем привет мои хорошие детки конфетки вот дочь его на кровати лежит вот она на подушке сынок он там вот ерзает в кроватку все успокоился моя кровать вечно бывает ими занята хорошо у меня в палате никого нет и соседская кровать свободно я на ней лежу такс привет сейчас смотрела вас на ю тубе привет привет да я только что выпустила в эфир видео она у меня загружалась со вчерашней ночи представляете здесь настолько дебильный интернет плохо ловит я даже не знаю как здесь прямой эфир у меня получается вчерашней ночи загружалась вот только загрузилась соскучилась по тебе приятно я честно сказать по своей прошлой жизни тоже очень скучаю хорошо оказывается было до обеда спать встать позавтракать и пойти погулять сейчас такое у меня уже не получится мамина солнышко кряхтит где-то полчаса назад водила дочку свою на укол и кололи мексидол он очень болючий внутривенно делали мальчику тоже делают и дочки тоже делают очень болючие бедная она так плакала еле успокоила ее два часа будет у моего сына капельница и уколы тоже ему тоже будут мексидол уколы я всегда жду этого знаете как для меня это приговор вести детей на уколы пуки пуки делаешь да я тут с людьми общаюсь я надеюсь вы не слышали всем привет кто здоровается здравствуйте как вы и ваши детки но теперь у меня все эфиры вообще все разговоры только о детях и о материнстве знаете автоматически все темы остальные куда-то пропали вылетели я в принципе хорошо уже привыкаю не высыпаться тоже привыкаю тело уже не такое разбитое как было недели две три назад например сейчас мне уже попроще потихоньку начинаю делать зарядку ну как вот хотя бы растяжку чтобы тело вообще это не забыла что такое физические нагрузки ну и детки тоже идут потихоньку на поправку но знаете от того что мы отсюда выпишемся и это не значит что мои дети полностью здоровы им не надо лечение делать так то они внешне полностью здоровы но недоношенных детей нужно периодически водить докторам и делать профилактику для профилактики лечения поэтому от того что мы выпишемся это не значит что лечение всякие закончится так приветикатимочка очень рада тебя видеть как делишки как ангелочки привет наташа ну я вот только рассказала как у нас тут что обстоит обстановка такс а я замуж выхожу наконец-то серьезно я не буду заранее поздравлять в день бракосочетания поздравлю зихрашка зихрашка капризуля моя она очень капризная девочка ну я в принципе таки думала что она мне даст фору сынуля у меня спокойный только если у него ничего не болит а она даже если ничего не болит она просыпается уже знаете уже уже недовольная уже рот до ушей начинает кривить и начинает хныкать вот такая вот она у меня доча трогать ее лишний раз нельзя ну короче принцесса не смеяна я ее так называю а личку писать отрекать не хотела хорошо что вышла на связь вы знаете в личку очень много сообщений приходит я стараюсь их читать но каждому отвечать не могу я прочитала могу сердечко отправить даю знать людям что я прочла их сообщения в контакте вообще я даже не читаю там вообще по-моему пару месяцев уже как собираются сообщения как-нибудь доберусь туда тоже в фейсбуке тоже я пока не читаю сообщений так как мы назвали деток Аслан и Зехра Фатима рада вас видеть на воле все так же я уверена вам с детками веселей конечно мне это весело с ними у меня каждый вечер приходит мама она уже как на работу приходит сюда с сумками ну я и заранее пишу что мне нужно принести покушать она приносит там деткам памперсы лекарства какие ей нужны салфетки одежду она каждый вечер приходит с чистой выстиранной выглаженной одеждой для них и для меня и где-то до двенадцать ночи она уходит двенадцать иногда бывает чуть раньше чуть позже она с ними возится вот эти вот четыре пять часов у нее пролетают незаметно смотришь на нее со стороны она сама становится как маленький ребенок рядом с ними так привет из Тюмени Тюмень привет была проездом кряхтит мой синулькин он вечно кряхтит подтягивается вечно во сне у него потягушки бывают постоянно а сохрани эфир пожалуйста Фатимочка сижу на работе я тебя смотрю хорошо я сохраню обязательно сохраню всем всем добрый день а Фатима будьте здоровы здоровья вашим деткам спасибо большое вам тоже здорово это самое важное самое самое важное даже я скучаю по твоей измерской жизни а ты я даже представить не могу на самом деле я уже не раз видела во сне себя с детками с мужем как мы по измиру гуляем уже настолько хочется домой а только что переписывалась за ловкость и она меня обрадовала обрадовала оказывается в Турции именно детское питание подорожало в два раза представляете детские вещи питание вообще очень все подорожало в Турции сейчас кризис полнейший но здесь тоже дорого но там было подешевле сейчас дороже стало там тоже только что из больнички тоже выписали глоток свежего воздуха кайф скорейшего выздоровления и выписки дай бог спасибо большое сегодня зашла вот как раз с дочи когда ее вела на укол процедурный кабинет стою там у окна а погода суперское солнце на улице такое знаете не знаю вам будет видно или нет ну вот видно что и яркое солнце на улице а солнце такое на улице и у них окошко тоже открыто я стою такая дышу я говорю ой как хорошо наверное на воле а еще там у нас газон стригут представляете запах травы такой свежий короче кайф был я говорю как я хочу прогуляться я говорю именно когда нас выпишут начнется говорю ветер слякоть всегда так бывает вот когда ты где-то не можешь пойти погулять погода бывает суперская но ничего а вот как раз про погоду сказал прекрасная просто отличная погода солнце ветра нет надеть джинсики легкую обувь такой вот легкий свитерочек тоненький и на прогулку вот такая погода сейчас супер просто так здравствуйте 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 и нам сохраните эфир пожалуйста хорошо я сохраню а фатюшенька приветики мои хорошие только терпение и здоровье счастья вам пока такое время все будет хорошо я всегда мысленно с вами привет спасибо большое тебе первые полгода не будете высыпаться потом будет легче но мне высыпаться не дает в основном дочь сынуля 12 часов ночи поезд сейчас он уже посреди ночи не просыпается кушать пока мы были дома и прошлый раз когда лежали здесь в больнице он просыпался и ночью требовал кушать сейчас он уже не требует а это же принцесса не смеяна может каждый час требовать кушать бедненькие мне так жалко детей все плохое пройдет и у вас будет все хорошо да все будет хорошо мне тоже бывает очень жалко особенно когда обведешь их в процедурный кабинет им нужно бывает менять эти катетеры они орут кричат также жалко бывает я честно сказать там стоять возле двери даже не могу я бегом бегу сюда в палату закрываю все двери чтобы не слышать этот плач очень очень больно бывает слушать их плач домашние стены лечит поэтому гораздо приятнее будет дома в любом случае конечно конечно дома хоть расслабиться можно здесь все время надо быть в тонусе вчера была лялюсиком два месяца поздравляю фатимичка крепкого здоровья малышам тебе дорогая спасибо большое да два месяца пролетела незаметно два месяца уже как я мама даже не верится но для меня очень быстро пролетели эти два месяца долго вас не было и мы соскучились за вашими видео ну я стараюсь по мере возможности что-то да выкладывать просто знаете здесь ходить с телефоном что-то снимать я не хочу я не хочу афишировать что я блогер ну хотя мне кажется это просочилась уже туда-сюда информация потому что здесь я видела пару девочек которые меня узнали вот и я не думаю что девочки другим не рассказали и так далее но вот чтобы ходить именно с телефоном вот типа я блогер то-то-то я не хочу это афишировать я и в роддоме старалась знаете тайком все снимать чтобы никто не знал что я веду какой-то канал и здесь также поэтому видео особо нет дома будет полегче выздоравливать силам да конечно дома легче как девочки себя чувствуют хорошо себя чувствует дочь ест спит проснется орет ну как все дети очень медленно правда она набирает вес сынули набирал вес намного быстрее она очень медленно набирает вес она в два раза почти да почти в два раза меньше весе чем он вот всех благ вам фатима привет из астрахани астрахани привет привет ну смысла next как следить следим вас всегда любим вас спасибо большое спасибо мои хорошие а Вадим, привет. А муж когда к вам приедет? Мы рассчитывали, что муж приедет к выписке, но так как меня должны выписать на этой неделе, муж не успеет приехать к выписке, так как он дома затеял ремонт. И вот это все просить и приехать не может. Ну как ремонт? Кухню обновляет он. Я же сказала, вот просыпается монстр. А, нет. Кухню он обновляет. И по белку там, по мелочи, короче, обновляет в квартире. Балкон там какой-то закрыл и так далее. И поэтому вот это все, чтобы вот так вот не бросить, закончить и приехать он хочет. Ну, наверное, через дней 10, я думаю, все это закончится. Так, привет снова Урин Гоя. Привет, привет. Тайлок здоровья нашим мамам. Так, пусть все мамы будут здоровы, все-все мамулечки. Уедешь весь мир, мама заскучает. На самом деле я сейчас даже не представляю, как моя мамуля будет без детей. Она так к ним привязалась, особенно к мальчику. Мальчик же и дома был уже, как-то она с ним уже 24 часа проводила. Она очень привязалась к нему. Хотим о здоровье вашим детям. Скажите, вы, Асланчика, еще кормите грудью? Асланчика, да, я кормлю грудью, но не постоянно, потому что молока очень мало у меня. И он не наедается. Даже если он час будет сосать грудь, час, в течение часа молоко будет идти. Но он не наедается этим молоком. У меня оно не жирное. Грудь я даю так, знаете, просто как перекус. Я говорю, как десерт. Так, что как основное питание грудь мне не даю. И уже я практически не сцеживаюсь. В день один раз сцеживаюсь. Когда сцеживаюсь, тоже особо ничего не выходит. Девочки пару раз пробовала давать. Она сосет. Но я не могу ей давать сейчас грудь. Она слабая. И будет очень много энергии терять, чтобы высосать что-то из моей груди. Кряхтит, зараза маленькая. Девочки, они такие, у сестры моей тоже дочка очень капризная была. А мальчик совсем противоположный. Был спокойный, и она была в шоке. Какая дочка была беспокойной? Сейчас ей уже три года поспокойнее стало, да? Да, да. Моя тоже дочка капризная. Мальчик сейчас спокойный. Не знаю, может изменится. Фатима, как поживает твоя подруга Света? Знает ли она твои радости? Татьяна, здравствуйте. Конечно, знает. Мы с ней периодически переписываемся. Но в последнее время очень редко. В последнее время я вообще редко с кем переписываюсь. Даже Зулечка у меня ушла на второй план. Я надеюсь, она меня поймёт. Потому что, когда мне звонят или пишут, ну, бывает, что у меня нет времени ответить. И когда свободное время, думаешь, как бы поспать. Поэтому многие люди ушли на задний план у меня сейчас. Но это временно. Светочка сейчас со своими дочками. Вчера буквально смотрела фотографии её. Она с обеими дочками своими ходила в ботанический сад. Да, сынуля уже кряхтит. Вот так они у меня спят. И вот какой сон может быть, когда мне говорят, дети спят, поспи. Я не могу спать. То один кряхтит, то второй кряхтит. Ты по-любому просыпаешься. Я со своими двойняшками не спала два года. Сейчас им четыре. Я полностью восстановилась. Немного терпения и всё будет. Самая счастливая теперь мама со своими любимыми детками. Здоровья вам. Спасибо, Аиша, большое. Вообще, мамам двоих-троих детей, которые растут одновременно, ну, имея в виду почти одного возраста, ну, даже не почти одного возраста, там, два года, четыре года, шесть лет, ну, вот маленькие дети, им надо памятник ставить. Потому что я сейчас по себе знаю. Оба одновременно, когда захотят кушать, не знаешь, что делать. У меня, вот, я себя еле сдерживаю, чтобы не паниковать. Потому что дочь у меня начинает плакать, знаете, как резаная. У неё нет такого. Бывает, дети чуть-чуть вот плачут, и понарастающие нет. Она начинает сразу орать просто. Здравствуйте, наконец попала на ваш прямой эфир. Здравствуйте. Так, привет, Фатима Джан, как ваши ангелочки? Здоровья, крепко-крепко целуем. Привет. Ну, как ангелочки, я уже несколько раз ответила. Привет из Стамбула. Пусть ваши детки будут здоровенькие и счастливые. Спасибо большое. Измерить дождики, осень. А, кстати, насчёт, я забыла спросить у заловки. В интернете читала информацию, что там будет ураган. Так, был он или нет? Вроде как туман, что-то было, но урагана вроде как такового не было. Потому что, если бы было бы, мне бы муж написал по описателям. Какой вес сейчас у деток? Они много приходят к норме. Вес у сына сейчас трещинка. Надо взвесить. Сегодня не взвешивала. Хотя нет, пятницу взвешивала в последний раз. У дочки около двух килограмм всего лишь. Я же говорю, а она очень медленно надбирает. Как скучая по тебе, не хватает твоих эфиров. Здравствуйте, Фатимочка. Дай я вам здоровья и терпения. Спасибо большое. Вам тоже здоровья. Привет из солнечного Шамкента. От Мина Жжат. Я вас очень люблю. Восхищаюсь вашим терпением и сдержанностью. Это дочь. Все. Сейчас заведется. Попробую ей дать соску. Мамина, где твоя сосочка? Мамина, девочка. На, сосочку возьми. Нормальные детки как-то и сосут сосочку. Сейчас она ее выплюнет, конечно же, и будет дальше свою песенку петь. Хорошо выглядишь, умничка красавица. Спасибо большое, но как-то здесь особо не получается хорошо выглядеть тоже. Но, как бы ни было, я утром как стою, умыться, расчесаться, кремик намазать, это обязательно. Бабе лето еще впереди, надеюсь, погуляете. Ой, тоже, ну, нет, мне кажется, вряд ли мы успеем погулять. Я отсюда выпишусь. Приедет муж. У нас остается буквально ровно месяц. У него же виза до 12 ноября. И за этот месяц нужно успеть сделать документы, где нужно его присутствие. Поэтому погулять, наверное, времени особо не будет. Хорошо выглядите. Я чуть поправилась, но это к вам, к лицу. Да, кстати, я хорошо поправилась. Попросила маму принести мне сантиметровую ленту. Сантиметровую ленту она мне принесла. Я измерила талия 84 сантиметра, девочки. И 84 сантиметра талии. И бедра, ну, бедра не так сильно у меня поправились. У меня было, в принципе, 99-100. 101 даже бывало. Сейчас 105. Грудь, ну, грудь она 100 или 102, что ли. Грудь-то из-за молока. Так что пузо, пузо есть. Принцесса чувствует себя прекрасно. Так. Пусть кушает много, значит, вес набирает, поправляется. Да, она ест хорошо, но она не набирает вес так, как ест. Она может просить кушать каждый час, но ей нельзя давать каждый час, потому что она будет срыгивать. Приходится ее как-то обманывать сосочкой, водичкой и так далее. Так. Принцесса скоро вес догонит. Ну, надеюсь, что догонит. Фатимочка, добрый день. Очень рада вас видеть при моем эфире. Всегда жду с нетерпением вашей эфиры. Деткам и вам здоровья. Спасибо большое. Опять она сейчас что-то там начинает. Интересно, сколько сейчас время. Вроде не пора им еще кушать. А у меня тоже были двойняшки, спали в разное время. Была как зомби, до сих пор отспались. С 15 лет. Ну, с сыном у меня проблем нет. Он, у меня, мальчик спокойный. Он даже, знаете, громко, чтобы он плакал. Это, ну, нужно вообще не реагировать на его вот это вот нытье. Тогда он начнет плакать. Он так пахныкивает у меня в основном, когда что-то хочет. Конечно, если что-то болит у него, то он плачет. Так, привет, рада вас видеть. Поздравляю с двумя месяцами. Два месяца счастья. Здоровья вам, малышам. Спасибо, Людмила. Да, два месяца пролетело, как один день. Из Осетии тоже привет. Санитарки, что ли, там? Сколько вам еще недельки, где будет больница? Нет, врач сегодня заходила. Мы с ней разговаривали. Скорее всего, нас в конце этой недели выпишут. Ну, посмотрим на анализы. Сделаем сперва анализы после лечения, что да, как. Потом уже будет видно. И все анализы в норме, то выпишут. У моих деток постоянно бывает низкий гемоглобин. Тоже проблема. Вы, наверное, одна из блогеров, где нет негатива. Читаешь и комменты, и эфиры, и один позитив. Ой, да вы ошибаетесь. У меня очень много негатива. Ну, не очень много, но бывает негатив в комментариях. Особенно под моими видео на ютуб. У меня даже уже мама, знаете, смеется над этими злопыхателями. У нас на юге Казахстана пока тоже солнечно. Везде лежат желуди и каштаны. Многие собирают эти желуди, отвозят в зоопарк к животным. Как вы относитесь к зоопарку? Каких животных любите? Животных я люблю всех. Ну, больше всего я люблю кошек. Кошек, семейство кошачьих. К животным отношусь прекрасно. Животных жалею даже больше, чем людей. И зоопарк, честно скажу, я против этих всяких зоопарков, дельфинарии и так далее. Дельфинарии. Потому что я считаю, что животные должны жить в свободе. На свободе. Кстати, помните, в одном из своих видео я говорила, что мой кот ушел, где-то неделю его нет дома. Он до сих пор не пришел. Мы подозреваем, что с ним что-то случилось. Скорее всего, он умер. Уже месяц он не пришел. Такого не было никогда. Или хочется надеяться, знать, что его кто-нибудь забрал к себе. Ну, так как породистый кот. Короче, вот так вот. Так интересно увидеть вашу квартиру после ремонта с детишками. Будете же долго и счастливы. Как такового прямо ремонта там нет. Полностью единственная кухня была переделана. Муж полностью переделал кухонную мебель. Все выкинул. Все новое поставил. Полы там поменял. В коридор там шкаф взял новый. И которые у нас были в салоне. Я ему сказала диваны выбросить. Потому что они мне надоели. Эти черные диваны были. И балкон закрыл. Все. Больше он там ничего не делал. Ну и побелка, да? Больше он там ничего не сделал. Так как все-таки мы рассчитываем недолгое время там прожить в этой квартире. Хотя не знаю, с таким кризисом, который сейчас в Турции, сколько нам еще там придется прожить. Добрый день, Фатима. Привет из Кирова. Рада вас видеть. Добрый день, Галина. Только видео засмотрела на Ютубе, а тут прямой эфир. Так, фокус. Недавно ходили на праздник, где деткам двойняшками исполнилось один год. Был большой праздник. Желаю и вам, чтобы мы радовались о вас и отмечаю ваши дни рождения. Спасибо большое. Ой, я прям мечтаю, чтобы мы уже были. Ой, мои лекарства пришли, да? Аллилуйя. Неужели? Это вы медседол тоже делаете, да? Да, конечно. Не уже, опять шестой день уже мальчику будем делать. Слава Богу, все у вас наладится. Скорейшего вам путешествия дома. Ой, спасибо. Так, здравствуйте, Фатима. Как ваши дела? Ну, как дела, как детки? Я уже не отвечаю на этот вопрос, так как вначале несколько раз уже ответила девочки. Не обижайтесь. Очень хорошо выглядит для мамули двух маленьких ангелочков. Вы большая молодец. Спасибо. Здравствуйте, Фатима. Скажите, вы уже назвали деток? Здоровья вам, детка. Здравствуйте, Самира. Да, имена есть у детей, но так вот, как у нас называют, вот чтобы в ушко им сказали имя и так далее, такого еще не было. Мы ждем папу. Я хочу, чтобы это сделал или папа, или, ну, в присутствии папы, чтобы это было. У меня тоже так же было. Мальчик сосал целый день, но не наедался. Я перевела на смесь. Ну, вот то же самое. Я уверена, что моим малочком, на моем малочке ни дочь, ни сына наедаться не будет. Фатима, главное, сердечко бьется, но с ней органы тоже. Я с Нишалах наберу, а Слана из-за храма с вами. Да, я тоже так считаю. Наберут. Фатима, скажите, вы еще на два месяца останетесь с деток, чтобы по врачам показать? Возьму, получается, вы без мужа поедете. Виза закончится, у него кого возьмешь? Зулечку может? Да, вы правы, я останусь здесь еще минимум на два месяца. Муж уедет без меня. С собой не знаю, кого возьму. Зуля-то работает. Вот тоже дилемма, кого брать с собой в измерку. Ну, ничего. Будем решать проблемы по мере их поступлений, как говорится. Сейчас не хочу об этом думать. Меня зовут Кульнур. Так, привет из солнечного Шимкента от Миннажат. Люблю вас и желаю вам, вашей маме, здоровья и терпения. Я восхищаюсь вами. Спасибо, Миннажат. Так, большой привет вам из Осло. Так радостно вас видеть и слышать. Написала мне Надея, да? Надея. Откуда только меня не смотрят. Приятно так. Фатима, добрый день. Привет с ноябрьска. Рада вас видеть в хорошем настроении. Добрый день. Фатима, я с сыном два года шесть месяцев не спала. Ой, господи, не пишите мне такие страшилки. Вот так они у меня спят. То один кряхтит, то второй кряхтит. То один кряхтит, то второй кряхтит. По тягушке у них. Так, главное спокойствие и уверенность. Девочке так приятно читать комментарии. У меня с сыном два года, а дочке два месяца. Удачи вам. Ну вот, вас тоже можно сказать, вы мама двойни. Так, наверное, это Зихра плачет. Как ее зовут? Девочку зовут Зихра. А мальчика зовут Аслан. Я похожа на маму. Ну, все говорят. Даже вы знаете, сюда она приходит. Даже персоналу, когда она приходит, не нужно говорить, кому она идет. Сразу говорит, вы там к Фатиме сразу узнаете. Погода хорошая за окном. Так, хочу увидеть ваших детей. Деток я покажу позже. Пока нет, пока не хочу. Пусть они вес наберут, окрепнут. Потом покажу, конечно же. Я всю жизнь скрывать-то не собираюсь. Добрый день, очень рада, что вы наконец вместе с детками. Да, я тоже очень-очень рада. Привет из Владивостока. А, Вадима, с рождением деток ты стала спокойнее или раздражительнее? Или... Даже не знаю. Нет, я такой же осталась. Я не скажу, что я стала спокойнее или стала раздражительнее. Но я заметила одну вещь. Я стала, знаете, так... Когда мне пишут какой-то негатив, я уже не церемонию с этими людьми. Я стала в прямом смысле посылать по адресу, куда им дорога. Раньше я как-то корректно пыталась это делать. Сейчас я уже не пытаюсь. Как назвали детей? Опять вопрос. Зехра и Аслан. Опять она. Вадим, не переживай. У меня мальчики тоже были пухленькие. А девочка хоть ела много, но набирала слабо. Девочки, они такие стройняшки. Вот я тоже говорю, что она у меня стройняшка. Моделью будет. Дюмочка моя. Погода у нас ужасная. Дождь, осень. Откуда взять сил? Скоро в садике за старшимся сыном. А сил нет. Нужно собраться немного на красный, но не хочется. Так, откуда взять сил? Ой, не знаю я. Любая погода хороша. Хоть дождь, хоть... Ой, хоть ветер, хоть дождь. Но всё равно нужно радоваться, что нет войны. Нет войны, и вы живы. Ваш кот... Нет, кот не вернулся. Здравствуй, тетя Патя. Как там мои брать с сестрёнкой? Кто это мне писает? Это, наверное, Найка. Найка, привет, моя хорошая. Ты к нам заходи. Скоро мы выпишемся. Если кошки домашние, их на улице не нужно выпускать. Очень жаль, что ваш кот не вернулся. Да, мой кот домашний был, но он, знаете, ему 5 лет было, 10 марта. Он года 4, даже больше, чем 4, он выходил у нас на улицу и гулял на нашей улице. Все знали, что это наш кот, и его никто не трогал, не обижал. Привет, Сатимочка, вы очень большая умница. У меня два мальчика, это тяжело, но они того стоят. Всего вам наилучшего счастья и здоровья вам всем. Терпение вам большое. Спасибо, Наталья, твоим деточкам тоже здоровья. Хоть бы одним глазком взглянуть на вид из балкона в Измире. Соскучились и пояс вирту, как из сыра. Ой, да, я сама скучаю, так. Так, что-то я случайно много этих комментариев пролистала наверх. Вы за пеленание или за свободную одежду? Я за свободную одежду. Да, хотя я пока еще не родила, я думала, что я их буду пеленать, что строго по часам кормить, что я буду такая мама, знаете, все по режиму. Нет, я не за пеленание, потому что мои дети родились недоношенными. Они лежали в реанимации, все время в расслабленном состоянии, их там не пеленали. И поэтому, да, еще и мелкие, поэтому их пеленать, как бы мучить не хочу. Но иногда приходится пеленать, ручки их прятать, потому что у маленьких детей есть особенность. Постоянно руки вот так вот про лицо закрывают, они и кормить неудобно бывают. Добрый вечер, добрый день, точнее, Фатима, скорейшего выздоровления малышам, быстрее вам домой попасть. Удачи, спасибо большое вам. Фатима, для меня пример, как надо держать себя и не падать духом. Моей дочке тоже есть небольшие проблемы с здоровьем, смотрю, на вас и становится легче. Индира, знаете, проблемы, наверное, здоровых людей не бывает. Даже которые новорожденные, у каждого новорожденного найдется какая-то проблема, если ее искать. Поэтому отчаиваться за то, что есть какая-то проблемка, не стоит. В наше время почти все можно вылечить, тем более у маленьких детей. Возьмите меня с собой в Измир. Скоро домой, ура. Да, надеемся. Свекровь ждет, не дождется, наверное, своих лялек. Да, свекровь, конечно же, ждет. Как мне один день пишет Золовка. Она купила нам, оказывается, тарелки, ложки, вилки. Ну, все обновила и мне сюрприз сделает. Золовка ее спалила. Так, детки спят спокойнее, когда их пеленаешь. Нет, мои не спят спокойнее, когда я их пеленаешь. Пробовала, я думала об этом, но нет. Они все время пытаются, наоборот, вылезти, вытащить руки. И не спят мои спокойно. Добрый день, расскажите, что за традиция шептать имя в ушко. Ну, это у мусульман есть такая традиция. И когда дают имя, говорят в ухо, говорят ребенку имя его. После кесарева шрам зажил или боль чувствуется до сих пор? Шрам зажил, но, конечно, он не пропал. Он зажил, но след остался. Я, когда вспомню, мажу контрактубиксом. Хотя его нужно в день несколько раз мазать. Я 2-3 дня один раз вспомню, намажу. Шрам мне боли не доставляет. Просто дискомфорт есть у меня в животе. И живот до сих пор не мой. Так, привет, Фатимочка, ты красавица. Здоровья тебе и твоим девочкам. Спасибо, Елена. Фатимочка, очень рада, что вы, наконец-то, вместе поскорее встретитесь деткам с папой. Скорее, весь мир уже. Господи, когда это будет? Когда мы уже будем дома? У вас после кесарева шов продольный или поперечный? У меня улыбочка называется шов. Бабулечка-то, наверное, минуты считает до встречи с детьми и с вами. Не знаю, что он там считает минуты или секунды. Так, Фатима, моя дочь, посылает вам воздушный поцелуй. Вся семья в подготовке. Молодцы. До чурочки-то. Так, всё, девочки, закрываюсь. Пока они оба не начали орать, я быстренько приготовлю им смесь. Надо уже заранее приготовить, хотя бы минут за пять, за десять успеть. Всё, всем спасибо, что были со мной. Эфир сохраню, наверное, если получится. Если нет, то я его в YouTube выложу. Здесь сохранить на Instagram сложнее, чем на телефон сохранить. Всё, пока-пока. Всё. Продолжение следует...